Закон о вопросе докупации Донбасса, кроме знания России государством-агрессором, кстати, это там упоминается больше 20 раз в этом законе, там написано, например, в переходных положениях момент в том, что все те граждане Украины, которые воевали за нашу страну, защищали ее, даже не будучи членами добровольческих батальонов, армии, национальной гвардии, если они погибли или были ранены, они будут признаны людьми, защищавшими страну. Государство обязуется выплачивать им содержание их семьям. Тоже будет касаться сотрудников коммунальных предприятий. Знаете, что там погибли в Донецке, Луганске десятки энергетиков, электриков, газовщиков, которые выезжали на устранение аварий, подрывались на минах или их обстреливали, они погибали. Их семьи также сейчас ничем не защищены. Поэтому это очень справедливый закон, он несет в себе исключительно для Украины позитив. Те, кто выступают против него, они просто обманывают. Они просто обманывают наших граждан, заявляя, что этот закон несет в себе опасность для нашей страны. Он лишь называет Россию агрессором, он обеспечивает управляемость территорий, которые находятся в зоне АТО, лучшую с точки зрения того, что там не может действовать в нормальном режиме местное самоуправление в 10-15 километрах от линии фронта. Этот закон дает возможность вооруженным силам задействоваться в полной мере для вооруженного конфликта в рамках правового поля, устраняет массу неучтенных моментов, которые были раньше.